Волшебник Коза Тарата. Русская сказка Жил-был поп, имел много у себя коз и держал работника. Пришла весна, поп и говорит, работник, погоняй коз пасти, да хорошенько накорми. Работник погнал, пас день, по горам, по долам, по темным лесам. Пришло время домой гнать. Восходят козы в ворота, а поп выходит на крыльцо и спрашивает. Вы козоньки, вы матушки, вы сыты ли, вы пьяны ли? Вы по горочкам ходили, ковылочку пощипали, под березкой полежали? Отвечают козы попу. Мы и сыты, мы и пьяны, мы по горочкам ходили, ковылочку пощипали, осинушки поглодали, под березкой полежали. Одна коза и говорит, я не сытая, я не пьяна, я по горкам не ходила, ковылочку не щипала, осинушки не гладала, под березкой не лежала. Поп прицелился, хлоп работника и убил. Был у попа один сын. На утро сына посылает. Сын погнал, пас день по горам, по долам, по темным лесам. Пришло время домой гнать. Восходят козы в ворота. Поп и спрашивает. Вы козоньки, вы матушки, вы сыты ли, вы пьяны ли? Вы по горочкам ходили, ковылочку пощипали, под березкой полежали? Козы отвечают. Мы и сыты, мы и пьяны. Мы по горочкам ходили, ковылочку пощипали, осинушку поглодали, под березкой полежали. Одна коза и говорит. Я не сытая, я не пьяна. Я по горкам не ходила, ковылочку не щипала, осинушки не гладала, под березкой не лежала. И сына убил. Была у него дочь. Посылает он на третий день ее коз спасти. Вот она погнала. Пасла день по горам, по долам и по темным лесам. Пришло время домой гнать. Восходят козы в ворота. Поп и спрашивает. Вы козоньки, вы матушки, вы сыты ли, вы пьяны ли? Вы по горочкам ходили, ковылочку пощипали, под березкой полежали? Козы отвечают. Мы и сыты, мы и пьяны. Мы по горочкам ходили, ковылочку пощипали, осинушки поглодали, под березкой полежали. Одна коза говорит. Я не сытая, я не пьяна. Я по горкам не ходила, ковылочку не щипала, осинушки не гладала, под березкой не лежала. Поп и дочь зашиб. На четвертый день посылает попадью. Та посла коз весь день по горам, по долам и по темным лесам. Пришло время домой гнать. Восходят козы в ворота. Поп спрашивает. Вы козоньки, вы матушки, вы сыты ли, вы пьяны ли? Вы по горочкам ходили, ковылочку пощипали, под березкой полежали? Козы отвечают. Мы и сыты, мы и пьяны. Мы по горочкам ходили, ковылочку пощипали, осинушку поглодали, под березкой полежали. А одна коза говорит. Я не сыт, а я не пьяна. Я по горкам не ходила, ковылочку не щипала, осинушки не гладала, под березкой не лежала. И по подье тоже было. На пятый день по псам погнал. Пас весь день по горам, по долам, по темным лесам. Зашел вперед и спрашивает. Вы козоньки, вы матушки, вы сыты ли, вы пьяны ли? Вы по горочкам ходили, ковылочку пощипали, под березкой полежали? Козы отвечают. Мы и сыты, мы и пьяны. Мы по горочкам ходили, ковылочку пощипали, осинушку поглодали, под березкой полежали. Одна коза все свое. Я не сытая, не пьяная, по горочкам не ходила, ковылочку не щипала, осинушки не гладала, под березкой не лежала. Поп козу поймал и половину бока ободрал. Она вырвалась и убежала в поле к суслику в нору. Суслик испугался, из норы убежал, ночь наружу пролежал. Сидит, плачет. Идет косой заяц. Что, суслик, плачешь? Кто-то в норе есть. Подходит заяц к норе. Кто у суслика в норе? Я, коза тарата, полбока ободрата. Вот я выскочу, глаза тебе выхвачу. Заяц айда драла в лес. Идет волк. Что, суслик, плачешь? Кто-то в норе есть. Подходит волк к норе. Кто у суслика в норе? Я, коза тарата, полбока ободрата. Вот я выскочу, глаза тебе выхвачу. Волк драла в лес. Испугался. Идет медведь. Что, суслик, плачешь? Кто-то в норе есть. Подходит медведь к норе. Спрашивает. Кто там? Я, коза тарата, полбока ободрата. Вот я выскочу, глаза тебе выхвачу. А еж свернулся камушком и туды кубарем. Как раз попал ей колюшка метив голый бок. Коза вылезла из норы и в лес убежала. Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.